Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить» обзор событий дня сегодняшнего и главных тем, уходящих в историю выходных. А это было наше первое сочинское золото и другие медали и новодостоинства, но такие всем нам дорогие, выстраданные тренировками на разрыв, бесконечной шлифовкой техники, точнейшим следованием графику, расписанным по минутам алгоритмам жизни. Поздравляем олимпиоников всех, а не только тех, кто взошел с российским флагом на пьедестал, но их, конечно, в первую очередь. Главная тема сегодня. Вам шах, товарищ гроссмейстер. На сеансе одновременной игры в колонии под Скопиным экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов дважды согласился на ничью. Нас не догонишь, рязанские детсадовцы открыли свои олимпийские игры. Тут уж точно все медали будут наши. Сегодня в Рязани открылась своя олимпиада. Родители и малышня из детсада номер 138 организовали собственные зимние игры, где все серьезные азарты, виды состязаний, награды победителям. Вот на этих играх уж точно победит Россия. Даже более того, победит будущее именно рязанского спорта. Среди болельщиков за наших была Оксана Тебенихина. В детском садике номер 138 состоялось торжественное открытие так называемых мини-олимпийских игр. Был и легендарный факел, правда макет, и шествие за ним, и шарики. На радость малыша. Руководство детского сада совместно с родителями садовских завсегдатаев своими силами организовали шумное торжество. Пошили костюмы, украсили здания, в общем, подготовились как надо. Сегодня у нас торжественное открытие. Всю неделю у нас проходят соревнования. Завтра начинаются соревнования. У нас и биатлонисты будут, и перлинг будет, и езда на санках. У нас очень много, каждый день расписано. Если очень захотеть, то это все быстро можно сделать. У нас задумка была уже давно. Мы давно готовимся к такому масштабному мероприятию. То есть не просто приурочили, а вот к Олимпиаде поддержать наших спортсменов, болеть за Россию. Одна страна, одна команда. У нас очень молодой коллектив, и поэтому много идей. И любой праздник для нас организовать – это минутное дело. Ну, а раз такое событие в мире, тем более в нашей стране, мы под него подстроились. Олимпиада была воспринята на ура. Малыши держались особняком, показали свою сдержанность и организованность. Еще бы, ведь всю неделю им предстоит выкладываться на самых настоящих, хотя и менее, спортивных соревнованиях. Вообще, в эти выходные в Рязани спортивные праздники прошли по всем районам. Олимпиаду отмечали, как положено, стартами, соревнованиями, показательными выступлениями и так далее. Организовывали проекты не только спортведомства, но и сами жители. Так, народный спортивный праздник прошел в парке в районе 4-й и 5-й линии. Еще недавно его и не иначе, как страшный, не называли. Бурелом, дикие заросли, грязь, темные личности, то и дело снующие между заброшенных деревьев. Жуть, да и только. Теперь же, когда народу удалось заручиться поддержкой властей, парк понемногу возвращается в должный вид. Здесь уже и праздники местные жители проводят, и гуляния в перспективе, причем в самом хорошем смысле слова. Поэтому ночные костры из горячих покрышек и пьяные люмпины – все это в прошлом. А вот детские площадки, лавочки для отдыха и прогулочные дорожки – в ближайшей перспективе. Вот такой спорт нам нужен. В день открытия Олимпиады в Рязани на Московском прошел флешмоб на встречу Сочи. Вообще все эти мобы – вещь официально не принятая, но здесь молодежная социально-развлекательная мода перекочевала в ведомственные планы отчеты. Ну и если наша песня на открытии игр была из репертуара тату, то почему бы и флешмоб или танцевальному празднику не прижиться в российских городах и весях? Рассказывает Глеб Галушкин. Накануне открытия зимней сочинской Олимпиады в Рязани молодые горожане устроили танцевальный флешмоб в поддержку олимпийской команды спортсменов. Участники проекта, чтобы победить холод, начали со спортивной зарядки, а после нее весьма быстро перешли к танцам. Под руководством волшебных зверушек, олимпийских талисманов, леопарда, зайки и белого мишки ребята показали современные танцы под популярные олимпийские мелодии. Завершился же спортивный флешмоб, как и положено, соревнованиями, а именно забегом на полтора километра. Почти в самый старт сочинских игр, в самую-самую борьбу за первые зимние олимпийские награды свой спортивный турнир провели обитатели и работники исправительной колонии номер 3. Это недалеко, в Скопинских краях. В колонию прибыл, разумеется, по своей доброй воле великий чемпион, легендарный гроссмейстер, а теперь в большей части еще и общественный деятель Анатолий Карпов. Тот самый Анатолий Евгеньевич, с которым поостерегся играть матч на звание обладателя мировой шахматной короны, сам гений древней игры Роберт Фишер. Карпов был сильнейшим в мире долго, отстаивал звание в нервных до предела политизированных матчах с Виктором Корчным, воспитывал молодых спортсменов, вошедших в планетарные рейтинги. В общем, Анатолий Карпов – это человек эпоха. Теперь он занимается в том числе и соцподдержкой заключенных, дает сеансы одновременной игры, встречается с каторжанами, говорит о житье-бытие, пытается помочь. Смотрел за игрой экс-чемпиона мира с заключенными и работниками колонии Глеб Галушкин. 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Евгеньевич Карпов проводит сеанс одновременной игры в исправительных колониях России более 10 лет. Кстати, сейчас, после каждого такого сеанса, лучшие игроки могут принять участие в игре по интернету. Например, в мае прошлого года через сеть интернет состоялась матчевая встреча по шахматам между российскими и американскими заключенными. Российская команда тогда одержала победу с разгромным счетом, так что наши сидельцы круче заокеанских. На этот же раз в сеансе с Анатолием Карповым в исправительной колонии номер 3 за шахматные доски сели 15 человек – заключенные и сотрудники колонии. Кстати, знаменитый советский чемпион признался, что свою первую подобную игру провел как раз в Рязанской колонии. И тогда вот мы с большим составом журналистов поехали в колонию строгого режима, в Рязани самой. В общем, меня тогда удивило, что почти в самом центре города, что там встречались с губернатором и сразу буквально оказались на территории. Тогда журналистов произвело впечатление, потому что очень строгая охрана, проход, сдача документов всех. Вот они говорят, а что вообще нас выпустят или не выпустят? Но выпустили всех. И все получилось очень даже неплохо. Потом стали готовиться к таким событиям. Есть какие-то почвения внутренние для особо отличившихся, тех, кто не нарушает режим. А вообще, мы вот эту программу, собственно, я ее так и предлагал. Поначалу не все понимали, зачем это нужно. Я ее представляю не как шахматную, а как социальную. Анатолий Карпов на протяжении всей своей спортивной карьеры большое внимание уделял развитию шахмат в стране. Однако сейчас он признает, что шахматам не хватает массовости. Мы многое потеряли. Многое потеряли. Раньше массовость была в шахматах, но массовость обеспечивалась участием многих организаций, скажем, профсоюзов. Наши профсоюзы отвернулись от спорта вообще. В частности, от культуры тоже. Массовость шахматная во многом зависела от профсоюзов, от юношеских организаций, детских, пионерской организации, комсомола. А Министерство спорта занималось уже шахматами на высшем уровне. Сейчас эта система внизу разрушена, то есть нам надо ее восстанавливать. Но проблема в том, что и сверху нанесли удары, и вот все эти непродуманные реформы, реформы для реформ, в шахматах сыграли очень негативную роль. По итогам сеанса одновременной игры в третьей колонии, несмотря на упорное сопротивление шахматистов-любителей, из 15 партий Анатолий Карпов выиграл 13. Зато две закончились боевой ничьей. И уж если сейчас в мире, а тем более в России, безудержно спортивное настроение, то и сегодняшний выпуск выдержим в атлетическом стиле. Открывалась программа олимпийскими сюжетами, а завершим ее рассказом Глеба Галушкина о том, как проходило в эти выходные первенство Рязанской области по боксу. На первенство Рязанской области по боксу со всех районов региона собралось более 130 молодых спортсменов. Этот турнир традиционно является смотром юных и талантливых боксеров. Надо сказать, что сейчас в любительском боксе происходят большие перемены, связанные с возвращением ко временам 60-х годов прошлого века. С 1 сентября прошлого года решением Международной ассоциации бокса на всероссийских соревнованиях среди мужчин поединки проводятся без шлемов. Тренеры старой закалки такое нововведение приветствуют. Вот это введение сейчас приветствую. Не потому, что я, конечно, тоже противник травм, противник каких-то рассечений. Спорт должен быть такой, что ты будешь знать, что что-то не так сделал, получил, что-то не так. Значит, надо тренироваться, еще раз говорю. Не одни руки и голову, а еще надо тренироваться. Защиту. То есть бокс – это нападение, атака, защита, маневр. Вся интрига в боксе заключается в том, что человек знает, что он может получить сильный, неожиданный, накрутирующий удар. Поэтому не боять, он вырабатывает смелость какую-то, вырабатывает какие-то качества свои, человеческие. И благодаря новым правилам, несомненно, повысится зрелищность современного любительского бокса, а также увеличится массовость этого благородного спорта. В конце концов, широко известен девиз профи – бокс – это удар. Любительский бокс может стать не менее успешным, массовым, а значит и зрелищным. На сегодня все. Хорошего всем олимпийского вечера. Будем смотреть спорт, болеть за наших, ощущать мощную мотивацию и побудительную энергию к занятиям физкультурой, спортом, утренней гимнастикой, в конце концов. Любое движение продляет жизнь и развивает умственные возможности. Не случайно древние мудрецы в античной Греции были великолепными атлетами, в том числе и кулачными бойцами. С учетом этого и старая поговорка – в спорах рождается истина – звучит слегка тревожно. Но это шутка. Всем физкульт-привет и до встречи завтра, как всегда, в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин